Виталий, приветствую тебя! Приветствую. В начале новой недели, после выходных рад тебя видеть. Бодряком прям супер, я думаю, что рынки нам тоже помогут и движениями, волатильности, тем более, что на этой неделе, поскольку я все-таки отвечаю за фундамент, сделаю комментарий, что на этой неделе встреча в Джексон Холле, она виртуальная будет, ну, понятная причина, из-за коронавируса сейчас избегает такого рода массовых мероприятий, но этот симпозиум традиционно имеет очень большое влияние для рынка, потому что на него, ну, скажем так, съезжаются главы центральных банков, и каждый отвечающий за свой центральный банк, разумеется, комментирует происходящее в монетарной политике, делится опытом, рассказывает о тех изменениях, которые могут произойти. Прежде всего, конечно же, нас будет интересовать позиция Федрезерва, и Джером Пау, кстати, в этот четверг как раз и открывает, скажем, этот симпозиум. Мы помним реакцию рынка на протоколы на прошлой неделе, они выступили, пожалуй, главным катализатором, индекс доллара развернулся, и из-за этого, опять же, рисковые инструменты смогли порадовать продавцов, поскольку и евро, фунт, а мы прочие, австралийцы, на Узиландец резко пошли вниз. Это как раз доказывает то, что сейчас для участников рынка имеет очень большое значение конкретика того, что же будет с монетарными стимулами вообще в американской экономике. И руководствуясь опытом реакции трейдеров на протоколы, я, друзья, всех, кто будет следить за нашими рекомендациями в рамках этой недели, рекомендую и, в принципе, настоятельно советую контролировать загрузку депозитов, готовиться к серьезной волатильности, держать руку на пульсе и не оставлять в покое, не упускать из вида ваши торговые сделки. Я думаю, что Виталий к таким рекомендациям точно присоединится. Ну что, давай тогда перейдем непосредственно к нашим с тобой прошлым сделкам и посмотрим, что интересного есть сейчас. Демонстрация экрана. Так, пошла демонстрация, да? Да, видно. Так, в прошлый раз сделка была, рекомендация по рынку нет. Я повторю позицию, то, что отношусь, пожалуй, к тем трейдерам, которые сейчас видят, стараются найти возможность только для того, чтобы продать бренды и WTI, потому что считают этот актив крайне перекупленным. Вот, собственно, я долго ждал, как раз, что же может повлиять на рынок нефти, вывести его из такого продолжительного периода консолидации. Раз уж мы говорим про бренд, это все вы видели, друзья, значение 45 долларов за баррель. Очень долгий период времени. Ну вот фактически весь месяц мы топтались вот рядом с этим значением. В прошлый раз я говорил, что если, опять же, поставить отложку в селл-лимит с уровня 45.50, из этого может получиться очень хорошая сделка, потому что мы можем снова очередной раз отбиться от этого сопротивления и пойти вниз, а если появится какая-то фундаментальная причина, точно уйти ниже там значения 44, может быть, даже и к долгосрочной цели 40 долларов за баррель. Но, к сожалению, до отложки не добрались, 45.50 ордер не сработал, но рынок, в принципе, дал серьезную коррекцию. Поэтому комментирую, опять же, что же выставило фактором для такой динамики. Это последний отчет Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Мы впервые, мне кажется, месяцев за шесть, за последних, увидели серьезный прирост. Возможно, даже по именно динамике прироста это был показатель за более длинный промежуток времени. Надо еще посмотреть за статистикой. Ну, короче, количество терминалов скакнуло на 11 единиц. Это говорит о том, что, может быть, достигнута вот эта плата, когда американский сланцевый бизнес уходил в тень из-за того, что цены были дешевыми. И сейчас текущие котировки все-таки позволяют им возвращаться в большой нефтяной бизнес. Если такая тенденция будет продолжена и дальше, то, конечно же, рост предложения, он будет существенно опережать спрос. Я по-прежнему скептик в отношении восстановления спроса на рынке черного золота. Мы видим это в ряде опережающих индикаторов по деловой активности, в объемах и показателях авиаперевозок, как пассажиров, так и грузов. Короче, спрос на топливо остается подавленным. Есть определенного рода вопросы к странам ОПЕК и к тому, насколько они чистоплотны в соблюдении обязательств. То есть на 100% сделка не выполняется. Дальше будет, скорее всего, еще хуже, потому что чем выше котировки, тем меньше стимулов у зависимых от экспорта углеводородов, чтобы соблюдать эти обязательства по сокращению добычи. И я думаю, что спустя какое-то время мы все-таки уйдем в плоскость того, что на рынке по-прежнему серьезный перекос между предложением из спроса и нир, конечно же, нужно продавать. И выжать еще одно нисходящее ралли. Поэтому, друзья, если присматриваться к текущим значениям и искать в моменте возможность для открытия торговых сделок, я рекомендую действовать через отложку в селстоп с уровня 44.30. Опять же, до этого значения совсем немножко остается, учитывая то, что мы находимся сейчас на уровне 44.50. И опять же, при сохранении продавцов на рынке я вижу очень неплохие возможности и шансы уйти даже в рамках последующих, можно сказать, пяти еще полноценных торговых сессий в районе 42.50. Также была сделка по фондовому рынку, но, к сожалению, здесь мы по стоп-лоссу закрылись, хотя, в принципе, тенденция была определена верно. Рынок пошел на перехай и уже в моменте котируется на отметке 3.411. Сделку пока я новую давать не буду, но тем, кто все-таки находится в длинных позициях, правильно их делают, потому что по тому же самому прогнозу City Bank of America 3.500 мы можем увидеть через 2-3 недели. И еще одна сделка на сегодня – это индекс американской валюты. Опять же, поскольку мы все-таки ждем выступления Павла, мы, может быть, получим сигналы в пользу дальнейшего стимулирования монетарной политики, я думаю, что индекс доллара снова порадует продавцов и уйдет минимум к тем значениям, которые мы наблюдали на прошлой неделе. Это в районе 92 фунтов. Сделка здесь, селл-лимит все-таки в расчете на то, что волатильность продержится на площадках, селл-лимит с уровня 93.50, а потом уже смело продаем селями 90. 90.50 пунктов, по 100.50 можно будет поставить на значение 94.10. Доллар, на мой взгляд, остается очень уязвимым инструментом, либо, если не Паул, мягкой риторикой, то не нужно списывать со счетов еще потенциальное решение Конгресса по фискальным стимулам на 1 триллион долларов. Это тоже должно негативно отразиться на динамике американской валюты. Короче, по индексу доллара вниз. Италий, слово тебе передаю. Так, видно ли рабочий экран? Так, всех приветствую еще раз. Сейчас обсудим те идеи, которые я давал в прошлый раз, и дадим новые. Итак, в прошлый раз у меня была нефть марки Brent. Я давал покупку, покупочку вот здесь. Это была у нас среда. В районе 45, говорил, если чуть-чуть ниже будем падать, можно покупать, кто там будет смотреть эфир. В принципе, она, скажем, неплохо давала там около 50 центов роста. Дальше я сделку переводил без убыток. Меня вынесло и ушла, в принципе, очень хорошо вниз. Поэтому идея, скажем, закрыта по без убытку. На данный момент, в принципе, я с тобой частично согласен, что, в принципе, у нас возможен шорт по данному инструменту. Потому что здесь, хотя они удерживают там значение 44, там 20, вот такой неплохой уровень по нефти, но как-то его сильно заворачивают. Я, кстати, марку Brent я уже давно не торговал, а вот марку Light я еще, скажем, почему я перевернулся в Long в прошлую среду, я марку Light еще продавал в начале текущего месяца. То есть даже чуть раньше советовал продавать где-то в этих диапазонах. Она падала, снова выкупали, выносили новые максимумы. Снова после вот этого выноса в начале августа советовал продавать. Она падала в минус, там небольшой плюс. И как-то, скажем, как-то странно ее не пускали ни вверх, ни вниз. Поэтому немножко перевернулся в Long. И на данный момент, после вот этого закрытия, которое у нас было в пятницу, оно достаточно такое, так скажем, медвежие, в принципе, и по Brent. В принципе, согласен с лимиткой. Я, кстати, тоже сегодня хотел давать идеи на Short, чуть-чуть значение ниже лимиты по Brent, если будем вот эти уже минимумы продавать. Я еще в прошлый раз говорил, если у нас будет здесь рисоваться ложный пробой, сложный, то, в принципе, у нас нефть может улететь вниз. Но, так как ты уже давал идею, я, в принципе, по Brent не буду повторяться. Но, в принципе, идея, вот если мы будем пробивать минимумы пятницы, конечно, там стопы, она волатильная, большие. В принципе, можно попробовать продать нефть марки Light. Я бы продал с текущих, возьму другой сорт. У нас с текущих получается 42.60, 42.70 диапазон вот этот. Все, что ниже 42.85, я бы продавал с небольшим стоп-лоссом в районе 43.30. Скажем, посмотрим. Мы или с текущих будем сегодня сильно смотреть наверх, либо будут его заворачивать. И, конечно, лучше входить с л-стопом, потому что есть признаки, что могут ее выкупить. Поэтому, и чтобы не входить, скажем, с л-стопом, вот здесь, да, вот, как я сказал, как ты давал, ниже пятничных минимумов. Лучше продать с текущих, хоть оно и более рискованное, но меньше стоп получается. То есть пока продаем нефть. И, в принципе, вот по индексу доллара согласен с тобой частично, что, в принципе, у нас возможно дальшее снижение, хоть есть какие-то выкупы. В принципе, можно ее продать. Я продам лучше, скажем, доллар-иену. В принципе, оно, скажем, зеркальное, против индекса доллара аналогично. То есть продажа возможностей текущих у нас 105-85. Там, если будет, там, диапазон в районе 105-90, 105-70, можно вот продавать плюс-минус 10 пунктов со стоп-лоссом, скажем, где-то в районе 106-35, скажем. И снижение, в принципе, первое, которое я ожидаю, в районе, там, 105-25. Где-то вот эти минимумы, которые у нас были на прошлой неделе. И дальше, возможно, скажем, не исключая более сильные снижения. То есть уже будем наблюдать вот за этим уровнем 105-30 и посмотрим. Потому что, в принципе, хоть и пошло снижение, вот, в принципе, евро-доллар, индекс доллара, они одинаковые, прошли, скажем, такие небольшие импульсы, но пока на текущий момент какой-то точки входа нет. Вот я, в принципе, мы обсуждали с ребятами в четверг-пятницу шорты. Я, в принципе, давал рекомендации на шорт. Мы отработались локально. Дальше что будет, скажем, на текущий момент, пока сложно сказать по рынку. А так, в принципе, в принципе, у меня все. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Да, 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 я еще забыл. Я еще забыл. У меня доллар-рубль еще был. Доллар-рубль сигнал. За него забыл. Он закрыт, скажем, по стопу. Идея закрыта по стопу. Я вышел раньше, скажем, я стоп ставил вот в районе там 74, где-то 50, 60 вот за этот максимум. Почему я выходил раньше? То есть я думал, вот, скажем, вот, когда мы торговались вот здесь в среду, вот в этом диапазоне. То есть я там чуть-чуть другие котировочки смотрел. И там мне оказалось, что данную цену будут зажимать вниз, аналогично как нефть. Но потом, когда начали цену поджимать наверх, вот именно вот этим выкупом в четверг, я уже понимал, что здесь смотрится на пробой наверх, плюс у нас, в принципе, даже вот фундаментальная часть, вот это форс-мажорная, скажем так, вот с этим в России с травлением, так скажем, условно, мы пока не знаем Навального, да, возможно, вот эти все волнения инвесторов по поводу там каких-то возможных санкций, они негативно повлияли на рубль, поэтому я выходил с небольшим убытком, там, несколько копеек, потому что смотрел, что, скорее всего, будет идти пробой наверх. Плюс российский рынок, фондовый РТС, Сбербанк, Газпром, скажем, вот там очень хорошо идеи отработали на шорт. Поэтому вот так. На этом закончим, да, то есть забыл еще доллар-рубль. Понял тебя. Ну что ж, еще раз повторюсь, что неделя обещает быть очень интересной, по крайней мере, у нас там будет и статистика, но прежде всего максимум фокуса внимания на симпозиум в Джексон-Колле. Доллар точно будет ходить активно, если ходит американская валюта, рынок, разумеется, ходит вместе с ним. Тем более, что ряд индексов и без того уже на исторических максимумах, если кому-то нужно дополнительное топливо, оно обязательно появится. Главное, друзья, контролируйте риски. Сейчас рынки крайне непредсказуемые. Мы стараемся дать объективно видение то, что происходит и технически фундаментально, но рынок бывает очень ховарным и зачастую демонстрируют те движения, которые вообще трудно предугадать и предсказать. Будем надеяться, что эти идеи отработают. Следующие будут уже, соответственно, в среду, Виталий, и тогда до среды. Хорошего тебе такого дела. Пока. До свидания. Пока.